Всем привет! Вы на канале GadgetMoney. Я никуда не делся. Я, соответственно, нахожусь в Республике Крым, в городе Феодосия. И сегодня я вам расскажу о посылках и о заказах. Актуальную информацию на осень 2020 года, конкретно октябрь месяц. Послушайте меня внимательно. Давайте начинать. Поехали! Поехали! Что для того, чтобы мне их надо запитать, мне нужен либо коммутатор Пое, либо IP-видеорегистратор, который будет подавать питание Пое через Пое порты. Правильно? Правильно. Начал искать. Естественно, пришел к тому, что все это дешевле в Китае. Но, дорогие друзья, либо два пути. Если вы на материке, вы идете по ссылкам в описании, берете самых, выбираете из трех самых крутых и максимально дешевых IP-видеорегистраторов, которые я подобрал. И заказываете спокойно с Алиэкспрессика себе, без проблем по ссылочку. Приходит, там есть отгрузка со склада в России, есть отгрузка со склада в Китае. Цены плюс-минус одинаковые. Получаете, подключаете и никаких проблем. Но, так как у меня было ограничено по времени, естественно, такой возможности заказать с Алика, ждать там на материке, и, в общем, не было времени. Времени этого не было, и я понял, что надо заказывать либо с Алишки непосредственно в Крым, либо заказывать в каком-то интернет-магазине, какими-то путями, доставками, транспортными компаниями. К чему это все пришло? А все это пришло к тому, что с Алиэкспресса, вот я общался с местными жителями, которые живут здесь очень долгое время, еще при Украине, теперь при не Украине. И получается, что около 5-6 месяцев назад, ну, просто заказы не проходят. Их отменяют с Алиэкспресса? Не знаю, по какой причине. В общем, их отменяют. Какой-то это локдаун со стороны китайцев. Работает ли это на данном этапе времени? Если честно, я не проверял. Я послушал человека и, естественно, не стал просто тратить свое время, заниматься кеми-то рисками, хотя можно было что-то придумать в плане какой-то мелочевки там за пару центов, пару долларов, посмотреть, будет заказ, не будет. Но потом думать, что регистратор стоимостью там от 80 до 250 долларов, играться с этим застреванием денег, ожиданием отмены я не стал. Естественно, я начал искать на материке. На материке с доставкой в Крым. Я нашел такую организацию. Если, чтобы вы понимали, самый мощный завод, один из самых мощнейших заводов, это производство видеооборудования непосредственно в Китае, видеорегистраторов, камер и так далее, и так далее. В общем, промышленные объемы и, как говорится, Дахуа. Дахуа Технологи – это компания, которая делает, ну, одни из самых популярных продуктов, семейства продуктов в этой категории. Так вот, я нашел фирменного представителя на территории Российской Федерации, который без проблем транспортной компании отправляет то, что нужно мне. И сейчас у них происходит офигенная акция на одну модельку, которая мне оптимально подходит, имеет ПОЭ-питание. Восемь, в два раза по четыре, восемь выходов с поддержкой питания ПОЭ, IP-видеорегистратор. Я пришел к этому, он пришел с Москвы за четыре рабочих дня, заказал в понедельник, сегодня пятница. Эта подводочка была к тому, что я еду в СДЭК, потому что здесь работает СДЭК, и без каких-либо проблем я должен это все дело получить. Давайте проедемся со мною и получим, посмотрим, как это все работает. В городе Феодосия, по-моему, если не ошибаюсь, два салона СДЭКа. Вот одна из них, один из них находится на улице Боевая, 14А, что почти, можно сказать, в одной из центральных частей города. Это остановка Кинотеатра Украина. Идете, проходите, как я понимаю, квартал, примерно я по Яндекс-картам ориентируюсь. Ну и чтобы вы понимали, Google карты особо не работают, потому что это Google. Сами понимаете, почему. А вот Яндекс работает. На дворе 2 октября 2020 года. Погода как-то так. Плюс 19-21 днем. Вечером плюс 13-16. Достаточно прохладно. Ну я, например, хожу в ветровке вечером. Вот, а днем позволяет ходить в шортах, в футболке. И вот в этом вот всем. Суть видоса и суть посыл в том, чтобы дать вам полный расклад. Чтоб вы понимали, сейчас не привязываемся к товарным категориям, не привязываемся конкретно, допустим, там, к видеорегистратору в моем случае. А что бы то ни было, вы должны планировать, прогнозировать. И, допустим, поехав отдыхать летом на данную территорию, вы должны понимать, что если вы что-то закажете, А я там солнечные очки бахну, как бы, в себе по-быстренькому с доставочкой. Ну приедут в конце отпуска, но не хай, как говорится, да? Нет, нифига не получится. Пока так. Что будет дальше? Надо смотреть. Я иду, собственно, в СДЭК. Там, скорее всего, я снимать не буду, чтобы людей не смущать. Вот. В общественном транспорте на данном этапе времени, ну, из 20 человек 5 в маске. То есть четверть. Ну, я, естественно, в маске. Она, конечно же, дает больше самоуспокоения, но как-никак. Зато есть Вайлдберрис. Хорошо. Ну вот у нас картинка. Очень такая интересненькая, да? Впереди, видите, башню. Скорее всего, бывшую водонапорную, а может и настоящую, сейчас действующую. Ну вот. Травушка-муравушка. Такие у нас улочки. В общем, это, ну, условно говоря, не исторический центр города, а вот он как бы центр, но типа центр на окраине. Потому что центр города считается, естественно, набережной во всех городах, тем более курортных. Набережной, если бы сейчас спустились бы влево и вниз от кадра, мы бы попали в центр-центр. А это вот так вот. Я думаю, что это вот этот дом. Сейчас посмотрим. Я люблю Икея. Наверное, доставка с Икеи, скорее всего. Или просто... О, господи. На аллергия на солнце у меня. На движении танцевальная студия. Вот как-то так. А, ну и все, что? Я выключил. Оказывается, вот она башня. Чтоб вы понимали, да? И вот он. СДЭК. Парфор, шоколенд. СДЭК. Сейчас одену масочку. СДЭК, боевая, 14А. Ну вот, все прекрасно доходит. Можно даже взвесить. 2,5. Вес. Все упаковано. А, ребятушки, доставили. Очень быстро. С Москвы. 4 дня, собственно. Сейчас будем скрывать, смотреть хотя бы сохранность и комплектацию. Ну вот. Товарищи. Вот, собственно, коробочка. Вот, упакованный в пленку в этот регистратор. 8 портов ПОЭ. 1 порт интернета. HDMI. Ну а здесь все остальное. Первоначально все вроде как норм. Он небольшой. В принципе, компания СДЭК в Крыму и, в частности, в Москве отправителей можно доверять. Смело заказывайте. Ну вот, собственно, итог видео. Как отправлять, получать по ссылке. Можно ли заказывать сейчас на Алиэкспресс. Я все рассказал, показал. Подписывайтесь, комментируйте. Ставь лайк, если понравилось. Дизлайк. Два дизлайка, если не понравилось. И, соответственно, совсем скоро увидимся. У меня очень много что есть вам интересного рассказать. Естественно, будет более подробная распаковочка этого видеорегистратора. И мое понимание. То есть, я в этой теме сейчас еще не настолько, скажем так, шарю. Я буду в большинстве случаев ориентироваться, в том числе, и на советы умных комментаторов, которые действительно с этим имели дело. Поэтому подписывайся. Пиши Дональдак, если досмотрел. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok